всем привет привет всем кто присоединяется к прямому эфиру сегодня для вас проведу эфир я юлия фролова эфир будет на тему моделирования с витражными гелями аквариум на моделирование с витражными гелем гелями с двумя покажу вам сегодня вариант дизайна с таким темно-синим глубоким оттенком и с розовым я уже подготовила ногтевую пластину сейчас чуть задержалась чтобы не тратить время на постановку форм потому что показываю на себе не особо удобно я решила сделать это уже до эфира чтобы не тратить на это время и так смотрите для того чтобы сделать моделирование в данном случае буду делать наращивание так как гель витражный и на свой ноготь он не тот эффект даст поэтому лучше конечно с ним делать наращивание либо если у вас например слишком клюющие ноготочки тоже будет хорошо смотреться если вы выпилите натуральный ноготь изнутри тем самым у нас будет вот такой прозрачный свободный край который как раз даст эффект вот этого витража и так один ноготочек я сделала я буду вам показывать вот такой вариант моделирования то есть нас будет моделирование и сразу же дизайн здесь дополнительно можно например добавить дизайн витражными каплями допустим можно какую-то тонкую прорисовку сделать контурные м пастой белый допустим или черным смотря какая у вас задумка но можно оставить и так я решила так оставить и так я сделала подготовку ногтевой пластины убрала старый материал сделала маникюр обезжирила ногтевую пластину нанесла дегидратор и ультра бонд и уже поставила базу базу я взяла вот такую без гель классическую нанесла ее тонким тонким слоем то есть я каплю поставила отдельной кистью втерла базу в ногтевую пластину и так показываю сама на себе поэтому форму держу ладошкой до чтобы она у меня никуда не убегал потому что у меня перчатка здесь и неудобно то сделала максимально все удобно для того чтобы показать вам на себе и так форму мы поставили далее нам нужно сделать подложку подложку темным оттенком есть более светлые оттенки лучше будут смотреться если мы будем ставить в зону кутикулы все девочки напишите пожалуйста хорошо ли меня слышно хорошо ли видно и так делаем подложку форму ставим ровно чтобы не было зазора нигде до форма должна входить во в рост то есть в роста должны быть полностью у нас не должно быть никаких дырочек и так далее ставим ее так будем делать миндалевидную форму ага отлично все вижу что хорошо немножечко как бы чуть 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 в наклон вниз слегка не сильно нас будет не арочное моделирование будет обычное моделирование салонная и так наносим подложку ее можно нанести чуть-чуть внахлёст на натуральный ноготь но на нем нужно будет растушевать гель растушевать чтобы потом он не просвечивал тоже гели прозрачные витражные и могут просвечивать делаю длину четверку до сразу по форме выкладываю нужную длину страсть выложить гель максимально ровно для того чтобы было меньше пилить здесь конечно попилить придется с таким видом моделирования но тем не менее если вы будете выкладывать материал ровно все равно а пил будет минимальным так делаем подложку из темного оттенка светлый оттенок будем ставить у кутикулы также у нас будет присутствую здесь молочный гель хочу вам показать такое усложненное моделирование и так смотрите вот эту границу мы взяли растушевали до чтобы у нас все свелось на нет сушим в лампе сушить буду тоже вот так же как сейчас держу руку потому что на себе неудобно сушим подложку 30 секунд если например широкая ногтевая пластина можно поджать и сделать у меня кстати нормальная на этом ногте ногтевая пластина очень хороший изгиб арочки натурального ногтя поэтому это кстати еще от момента как валики у меня здесь такие высокие достаточно форма не встает если ее не подрезать то есть выйдите вот здесь она находится если у нас форма уходит вот под валики как бы она тогда встанет сразу можно будет просто заломчики сделайте все но данном случае нужно подрезать так сейчас еще раз просушу немножечко чтобы дать возможность гелю как следует зафиксироваться чтобы он сырой не был внутри формы все готово теперь можно снимать форму снимаем аккуратно сначала вот здесь да как бы нажимаем по бокам и аккуратненько ее убираем такой вкус ноготок я бы знаете здесь говорите такой провальчик получился но ничего страшного я здесь сейчас буду ставить все равно молочный оттенок поэтому все это у нас уйдет можно конечно не снимать форму и прям на форме делать моделирование дальше но мне удобнее например работать именно вот так тут уже знаете не особо важно если вы делаете конечно ногти арочные тогда да тогда мы на форме по форме работаем до конца процедуры но лучше конечно вот в этом случае снять хотя тоже не критично то есть как как нам удобно работаем и так все гель у нас полимеризовался полимеризовался кстати он такой достаточно мягкий но это я думаю потому что слишком мало времени прошло чтобы он с полимеризовался до конца и так на свободном крае нас получается вот такой глубокий синий оттенок далее чтобы сделать нам интересную подложку я возьму хлопья юльки можно взять любые подобные хлопья блестки вообще вот в такой технике если мы работаем но грубо говоря напихать во внутрь можно все что угодно на все что блестит все что будет красиво сочетаться подходить по оттенку у меня вот такие здесь хлопья и так ставим фрагментами можно здесь поставить можно где-нибудь вот в этой части поставить вот здесь вот немножко на свободный край можно уйти далее нужно сделать домоделировать как подостроить молочным гелем сейчас покажу какой у меня вот такой софт мелкий white гель ставим его вот сюда боковую часть он будет слегка перекрывать хлопья слегка вот сюда на бачок его уводим сейчас будет казаться что непонятно что здесь наляпана но когда произойдет опил увидите как все это вместе прикольно красиво смотрится так достроили вот этот наш бачок доктор нам слегка не хватило сушим можно гели сушить вот данной техники работая секунд по 30 потом просушить уже две минуты до конца опять же как определить что гель у нас уже схватился до когда начинает жечь этот молочный гель дайс кто работает знаете что он такой достаточно пекучий как только начинает припекать мы сразу вытаскиваем ручку из лампы и здесь смотрите я прям его ставлю вот таким объяснить капелькой такой сверху видите бортиком бортиком сверху ставлю так он нам больше не понадобится ой как он жжет у меня очень чувствительно кстати ногтевая пластина мне жжет вообще все все что можно и все не что нельзя далее нам понадобится прозрачный гель чтобы зафиксировать любой прозрачный гель монофас можете взять чтобы зафиксировать ракушку я хочу добавить сюда ракушку делаем подложку вот такую небольшую и далее ставим кусочки ракушки прям вот на эти хлопья то что потом внутри будет смотреться все очень очень здорово можно вот сюда поставить вот здесь такая ямочка получилось вот как раз в эту ямочку можно поставить кусочек ракушки маленький как такой не очень маленький так и здесь тоже поставим вот так вот кусочек ракушки на границу гели на больше не нужно хотя если хочется можно еще сюда добавить хлопья например да я сейчас добавила вот так хлопья еще хлопья то есть получается такой глубокий будет эффект хлопья будут внутри и еще и слегка вот так вот снаружи они будут проглядывать и так вот так я оставлю теперь сушим в лампе гели можно выкладывать в такой технике вообще вот как угодно то есть тут нет конкретной схемы алгоритму какого-то единственное что должны понимать что когда вы вот так кусками выкладываете гели нужно делать архитектуру то есть нужно посмотреть по архитектуре смотрите сверху я сейчас когда буду выкладывать розовый гель я как раз вам это покажу сейчас поймете что я имею ввиду то сейчас у нас идет вот так непонятная да такое вот что-то а далее мы сейчас все вот это будем выравнивать малиновым гелем и когда мы сделаем опилу у нас где-то будет молочный проглядывать на кончике у нас будет синий проглядывать если хотите чтоб синего было побольше можно кстати вот сюда вот в эту часть с еще синий добавить оттенок чтобы не спились потом его чтобы совсем его розовым гелем не закрыть вот сюда я хочу поставить синий его как раз если вы используете ракушку нужно прям вот под ракушку поставить под ракушку можно даже на молочной зайти вот смотрите вот такой момент видите ракушка у нас как раз приблизительно здесь зоне апекса находится да то есть нам вот эту часть нужно сейчас достроить чтобы был ровный свободный край и можно тут на кончик немножечко добавить будет розового с обратно с другой стороны мы сейчас моделируем первую часть да видите вот все уже ровненько здесь если небольшой наплывчик на свободном крае можно оставить можно достроить сейчас я чуть переверну просто на камеру будет не очень удобно вот сюда под ракушку тоже можно синий оттенок оставить вот смотрите получается свободный край мы выровняли сейчас суши больше синий оттенок нам не нужен будет так вот сушили далее сейчас свободный край достраиваем тут в несколько этапов моделирование делается но зато знаете эффект будет конечно классный эти цвета они очень классно друг друга переходит образует третий оттенок козь светло фиолетовый на молочном и темно-фиолетовый уже ближе к свободному краю очень интересно получается камеру ножка задел простите итак мы выровняли свободный край теперь будем смотрите вот так вот теперь достраиваем зону апекса так еще момент в работе с этим гелем когда мы его ставим под кутикулу нужно его постараться поставить максимально близко к кутикуле для этого апельсиновой палочкой отодвигаем кутикулу потому что если вот так близко не поставите потом будет такой вид как будто бы у вас уже срос гель поэтому тоненьким тоненьким слоем прям кисточкой подходим туда под кутикулу мешает мне тут штатив но у меня такой штатив что по-другому не поставишь неудобно прям ставим под кутикулу и смотрите сколько нам нужно достроить вот сейчас видно да вот до этой точке нам нужно протянуть наш гель молочный тоже будет слегка видно у меня не будет здесь акцент на то чтобы прям вот молочная молочная такая поверхность просто фрагментами будет этот гель у нас виден будет очень прикольно смотреться вот здесь побольше да там в итоге подпилку все равно уйдет то что лишнее то что нужно останется сбоку здесь останется вот здесь немножко останется и внутри будет он просвечивать можно сцентровать можно зону апекса сделать более такой выраженный так сейчас я сцентрую 2 от камер это неудобно вот так сейчас я подсушу и покажу вам что получается в гель не потек кстати вот могу сказать мне очень чувствительная цивая пластина и этот гель он жжет вот так знаете умеренно не сильно он злой и так вот такой получается у нас ноготочек сейчас пока не понятно потом когда пилим будет очень интересный эффект мне вообще нравится градиенты гелями это всегда очень красиво смотрится сложно смотрится нежели одним оттенком это все делать и когда у вас вообще появляется навык к работе с разными гелями да с цветными то это очень быстро будет казаться что как бы это все долго но нет вот смотрите когда вы работаете конвейером с клиентом в такой технике вы вот один кусочек до поставили например хлопья дальше зафиксировали гелем переходите к другой руке то есть по сути это быстро по сути это быстро вам нужно единственно представить да вы должны в голове уже как бы представить что как у вас должен лежать гель где вам молочный поставить где вам перетянуть другим оттенком можно не молочный можно взять третий даже гель здесь три витражных такой зеленый оттенок очень красивый они вообще все очень красиво и очень классно смотрится вы можете также сделать моделирование тремя оттенками геля тут кстати очень большие возможности как можно сделать моделирование такой техники так обезжириваем ноготь и приступаем к пилам так для начала я вот здесь на теки убираю всегда по бокам чтобы они мне не мешали статью на теки вот эти образуются иногда дали бы запечатывать и либо к ригелем работать либо гель где-то у вас потек не мешают форму видеть и сейчас чтобы мне лучше видеть форму я уберу вот эти все ярко выраженные неровности до ракушку зачищу кстати когда если делать такие ногти все 10 до на клиенте то будет очень интересно в итоге смотреться они все разные получится вас никогда не получится одинаковые такие ногти и все будут разные очень прикольно будет смотреться можно повторюсь витражными капельками все это разбавить и будет очень интересный эффект и так опилила поверхность смотрите вот так вот уже ровненько но это черновой вариант да нам нужно еще вот бака и свободный край и далее выравниваем свободный край пока непонятно что-то где-то мешает смотрим по толщине где-то тоньше где-то может получиться нам нужно все это выправить кстати моделирование когда делаю я всегда выкладываю по форме слегка побольше материала чтобы был запас на опил перевернул посмотрю точность пока не понятно поворачиваем смотрим то что может быть что толщина материала здесь до мешает мне кажется что вот эта стенка уходит в бокс поэтому понижаем толщину скручивая скручиваем толщину стеночка встает на место чуть-чуть кончик свободного края подровняю все готово пил готов здесь можно еще толщину подубрать в этом месте как раз где молочный гель стоит так здесь вот еще чуть-чуть сейчас медленно показываю на клиентах плю конечно быстрее и у вас будет гораздо быстрее получаться нужно прицелиться под камеру напилить так еще здесь хочется мне чуть-чуть скрутить достаточно так видно что форма ровная далее мы бафи и покрываем толку дизайн здесь мне не нужно уже дизайн то есть дизайн это уже само моделирование но есть дизайн обезжиривая можно под кутикулу еще блестки поставить можно потом если например получается такой отступ я сейчас не буду здесь делать на что по эфирное время не занимать можно хотя нет наверно буду пройтись тонкой кистью здесь сюда гелем видеть вот я чем уговорила то что вылазит вот эта полосочка нас как будто ноготок отрос поэтому можно прям тонким слоем взять вот здесь вот и продублировать гелем закрасить вот эту эту часть то что гель это не гель-лак моим не можем работать до в такой технике у нас все-таки достаточно объемного количества выкладывается для того чтобы сделать моделирование поэтому тем более он витражный да и границы будет видно цветной поэтому можно вот взять и вот так вот обыграть чтоб не было видно как будто нас гель эти срос уже так тоненькой кисточкой взяли и сюда поставили его вот все теперь мы видим что он сходит плавно на нет здесь вот прям тонюсенький слой можно если хотите забавить можно оставить так то что здесь уже можно покрывать топом и так нужно конечно подсушить сначала не подсушу и перекрывая топом я думаю это очень интересная техника очень легкая будет очень интересно смотреться тем более сейчас дизайн и да они у нас как бы в основном минимализме даже некоторые клиенты сейчас не очень хотят дизайны но вот такой вид моделирования мне понравился всем очень зашло поэтому я сейчас вот по такому моделированию работу и так вот мы берем топ ультрашайн так мы работаем геля если не если да мы здесь работаем гелем поэтому здесь мы только топом ультрашайн можно воспользоваться можно конечно топом текласс но здесь все-таки хочется чтобы блеск сохранился подольше чтобы все блестела как стеклышко и так как топ ультрашайн он у нас как раз и есть таким стеклянным эффектом поэтому он подойдет сюда идеально спать как прикольно получилось так сушим сейчас высушу том чтобы он не потек я вам покажу поближе какой получается красиво и так вот такое красивое витражное аквариумное моделирование у нас получилось смотрите какой интересный эффект как необычно смотрится молочный гель здесь прям очень даже хорошо у нас рассматривается сейчас попробую свой изогнуть свои пальцы показать архитектуру вот такая архитектура получилась ноготь не толстый тонкий красивый как стеклышко смотрите как ракушка там здорово смотрится на макро надо снимать такой ноготь я всегда в профиль еще сделаю обязательно продублирует конга . с ним их на макро и так девочки вот такой получился ноготь вот такое красивое витражное моделирование новыми витражными гелями от ими я вам сегодня показываем двумя оттенками но можно делать с тремя сразу можно каким-то одним можно в любой как бы последовательности их использовать и так всем спасибо за то что вы присутствовали в эфире что смотрели попробуйте повторить такой вид моделирования отмечайте мой аккаунт и аккаунт ими офишу вот блин спасибо шикарно рада что вам нравится задела штатив и так девочки все я буду заканчивать прямой эфир всем пока